Всем привет! Это подготовка к ЕГЭ по русскому языку. Поехали! Итак, задание пятое. В одном из приведенных ниже предложений неверно употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. Правил нет чисто понимания смысла слова. В неясном рассеянном свете ночи открылись перед нами величественные и прекрасные перспективы Петербурга. Нева, набережные, каналы, дворцы. Тут все правильно, идем дальше. Хром и марганец являются красочными веществами, компонентами многих красок, созданных на основе этих минералов. Это абсолютно неправильное предложение, потому что хром и марганец являются красящими веществами, компонентами многих красок и так далее. Значит, здесь ошибка. И поэтому выписываем в ответ это предложение. Ну а дальше дипломатические отношения, все правильно. Самыми гуманными профессиями на земле являются те, от которых зависит духовная жизнь и здоровье человека. Правильно. И успех внешней политики государства во многом зависит от опыта и таланта дипломатов. Все правильно. Итак, идем к шестому заданию. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. По сути, вот это вот шестое задание это точь-в-точь А3 из прошлогоднего ЕГЭ. Поэтому с вашего разрешения я вставлю сюда старый мой урок, но не менее актуальный по А3 заданию. Третье задание чуть-чуть посложнее, но если понять суть, то будет очень легко. Итак, здесь два больших правила. Это сравнительная степень прилагательного и числительный. Их даже можно обозначить. Первая римская, вторая римская. Итак, первая римская, сравнительная степень прилагательного. Дальше идет первый пункт. Дальше сравнительная степень делится на простую и составную форму. Простая форма это суффиксы Е, Е и Ш. Пример красивее. Б составная форма. Тут действует формула более плюс неопределенная форма прилагательного. И менее плюс неопределенная форма прилагательного. Например, более красивый. Но ни в коем случае нельзя более красивее. Второй пункт превосходная степень. Пункт А. Суффиксы Еш, Айш. Пример глубочайший, красивейший. Пункт Б. Составная форма превосходной степени. Самый плюс неопределенная форма прилагательного. Пример самый красивый. Но ни в коем случае нельзя говорить самый красивейший. Это будет ошибка. Дальше идут числительные. Пункт 1. Количественные числительные. Отвечает на вопрос сколько, какой. Дальше идет таблица, которую просто нужно понять и запомнить. И еще. В трехзначных числительных окончания у корня 100 будут такими же, как у существительного. То есть дам 800 детям. Тут же существует и два исключения. Исключение 90, 40, 100. У именительного и винительного падежа будут окончания О. То есть пример 90. У родительного, дательного, творительного, предложенного падежа будет окончание А. Пример. Горжусь 90 огурцами. Второй пункт исключения это слово полтора и полтораста. У именительного и винительного падежа будет полтора, полтораста. У родительного, дательного, творительного, предложенного падежа будет горжусь полутора часами. Или горжусь полутора ста огурцами. Все, исключения закончились, дальше идут собирательные и числительные. Пример собирательного и числительного это двое, трое, четверо, десятеро и так далее. Пункт А. С мужским полом. Семеро мальчиков. Но ни в коем случае не я. Семеро девочек и семеро учениц. Это неправильно. Б. С детенышами животных. Трое медвежат. И также неправильно говорить волк и семеро козлов. В. С числительными, у которых нет единственного числа. Пример. Семеро ножниц. Но ни в коем случае нельзя говорить трое ручек, потому что у слова ручки есть единственное число. Г. Слово оба для мужского и среднего рода. Пример. Я голосую обеими руками. Женский род. Обоими атласами. Мужской род. И последний, третий пункт. Порядковые числительные. Отвечает на вопрос. Какой? То есть второй, третий, четвертый и так далее. Изменяется только последнее слово по вопросу. Например. Гожусь 8888 годом. Задаем вопрос. Горжусь годом каким? Восьмым. Все правильно. Еще один пример. Думаю о 2056 годе. Задаем вопрос. Думаю о каком годе? Шестом. Итак, давайте сделаем краткий алгоритм, как нужно делать задание А3. Итак, первое. Проверить сравнительную степень. Второе. Проверить числительный. И если ни первого, ни второго пункта нету, значит выбрать из оставшихся. Итак, объяснение мной шестого задания, но вот уже прошлого года. Итак, идем. Лягте на пол. Правильно. Их работа правильная. Горячие супы правильная. С шестистами учениками неправильно, потому что правильный ответ будет шестьюстами. И инженеры правильно. В ответ выписываем с шестьюстами учениками. Ну и наконец, по-настоящему новое задание в этом экзамене. Это седьмое. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию с второго столбца. Переводя на русский язык, нужно посмотреть пять предложений и найти в них грамматические ошибки. Получив начальное домашнее образование, в Москве родище его зачислили в Петербургский Пажевский корпус. Тут сразу видно депричастие. Получив. Ну и само собой, депричастное предложение. То есть, получив начальное домашнее образование. Запятая. Ищем-ищем, так, грамматические ошибки. Неправильное построение предложения с депричастным оборотом. То есть, предложению А соответствует предложение 5. Все, кто читал Пушкинского Бориса Годунова, помнят бродягу Варлама. Тут сразу видна ошибка. Все помнят бродягу Варламу. Но никак не все помнит бродягу Варлама. То есть, нужно за этим тоже следить. Это соответствует второму заданию. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым. Подлежащие. Все сказуемые помнят. То есть, множественное число. Одному из героев романа, ищущим смысл жизни, открывается путь к внутренней свободе. Насколько я понял, тут отсутствует главное слово, от которого задается вопрос. Одному, какому, ому, ему, ищущему смысл жизни. То есть, одному из героев романа, ищущему смысл жизни, открывается путь к внутренней свободе. То есть, нарушение построения предложений с причастным оборотом. Ответ 6. Благодаря повышению уровня сервисов в вирменных магазинах стало больше покупателей. Благодаря чему повышению? То есть, неправильное употребление поддержанной формы существительного с предлогом. Горячо любящим родную культуру предстает перед нами Лихачев в книге «Письма о добром и прекрасном». Естественно, тут по-другому нужно построить предложение. Горячо любящим родную культуру предстает перед нами Лихачев в книге «Письма о добром и прекрасном». Но никак не в книге «Письма о добром и прекрасном». То есть, это нарушение построения предложений с несогласованным предложением. Это была подготовка к ЕГЭ по русскому языку. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, рассказывайте друзьям и увидимся! Всем привет! Это подготовка к ЕГЭ по русскому языку и сегодня проходим задание с 1 по 4. Поехали!